проспали сегодня мы маленько восход солнца срочно пытаемся выдвинуться в сторону ридера опять мы не будем снимать вам одно и то же ридер мы только разъемочку не производили поэтому обязательно попробуем вот оно наше солнце сейчас мы тут с мостика с этого его запечатлением как раз маленько нам не везет 23 секунды ну вот оно красивое какое вот мы хотим успеть запечатлеть снег потому что четыре дня уже он оставит видите какие улицы уже все растаявшие это город и мы хотим все-таки еще успеть снег посмотреть если он там есть тут раз мы ездили вообще снега как бы не было вот такого помните ну в общем маленько наташа опять тянула проснулся я в пять утра наташа еле-еле в шесть потом она как всегда утром она не может торопиться мы сейчас подъехали нашим собачкам уже у нас арендатор вам все работают в отличие от нас ну на фоне труп конечно но все равно экзотично третий день тает плюс четыре сегодня 20 до февраля 20 февраля такого не было никогда у нас я помню у нас начинали ручьи это 23 февраля праздник для кого-то праздник у нас один пожар 23 другой пожар 8 марта господи не смешно это это смех сквозь слезы поэтому 23 и 8 у нас как точка отчета ну слава ну какая разница 22 и 23 одинаково это все и все из-за бани первый раз мы взяли установили больше конечно никаких бань все нам бани противопоказаны но естественно это не мы это тоже наши арендаторы в алкоголическом состоянии слава богу больше мы с такими людьми дел не имеем ну все на выезд из города и наверное встретимся теперь только уже в ридере вот все просто вот вот эти отвалы это все золото золото ребята золотой рудник это сегисовка проехали мы белоусовку белокаменку михайловку не стали снимать потому что все это у нас есть расъемочка можете посмотреть в шоке потому что как мы ехали оказывается снега здесь не было пусть каменогород заваливала реально мой сын дважды мы чистили снег с крыши потому что ну как бы опасность существовала у нас одна крыша я вам напомню если говорил уже то что рухнула крыша но правда это было уже весной уже там снеге уже дождь пошел то есть ранний был дождь и естественно эта снежная шапка намочилась и все и хорошо что никого не было рухнуло потом то есть там 1002 долларов это что устоило нам ну где-то так да чтобы восстановить эту крышу почистить восстановить арматура там была плохая в общем это сегисовка и снега нету а вообще мы едем за снегом то мы к снегу убегаем то мы наоборот к снегу прибегаем вот такое потепление это действительно теплый год непонятный это надо было уезжать из новинок а может быть в стихах было что-то непонятное и щемившее сердце подъезжаем к черемшанке ребята снега нет в этом году посмотрите вообще кто захочет снега наши прошлые ролики прошлые прошлые годы и заметьте я сделал великое открытие вот солнце оказывается великий художник смотрите какой персиковый цвет персиковый то я наконец первый раз в жизни произнес но если такой персиковый персики вспоминаю крымский особенно я был в крыму я помню как там рубль стоило ведро персиков но это в ссср возвращаемся и посчастливилось как-то после поступления в институт астраханский рыбохозяйственный у меня появился новый друг действительно друг настоящий Андрей Хованский он позвал меня в Ялту они жили под Ялтой село Платинное первое что меня удивило да что там прям продают персики рубль ведро и там все ведрами рубль 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 там еще куча фруктов по-моему дорогой был только единственно виноград ну как дорогой может быть 2 рубля это единственное что было дорого остальное все было по рублю а ябла сколько было разных всевозможных вкуснее наверное не вкуснее конечно конечно алматинский апорт естественно естественно это непревзойденный ну вот персиковый цвет у Черемшанка мы даже там останавливаться не будем если снега нету то смысла нету но все таки нет снимем наверное сбоку покажем у Черемшанка зимовье опять все круто но и новинки и стихи у труда и прощание на пароходе зимовье это не снежная аномалия такое прошедшие 3 года вот так 3 года мы анализируем такой это первый раз по моему первый раз в жизни чтобы 20 февраля зимовье без снега это нонсенс прямо вот тут же прошлый раз тоже был прицеп но Наташа спрашивает почему люди прицепы оставляют а кстати вопрос так дальнобойщикам почему действительно люди прицепы оставляют я так понял может быть вот так вот постоянно может быть действительно выходит из строя тормозная система или или он порожняком зачем-то куда-то поехал это интересный вопрос сейчас мы просто ехали там тоже пару прицепов вдоль дороги стоят в общем снега в зимовье нету а вообще зимовье это естественно жемчужина восточного Казахстана вот здесь неплохая харчевня кстати ну шашлык так себе на любителя и как повезет как они его как вам повезет в смысле какой достанется свежий или исторический потому что сборить же бесполезно вернуть не удастся в прошлом году когда я ходил по этим это реальные были катакомбы вернее такие траншеи действительно больше просто человеческого ну и сейчас как бы бы да шеф все пропало мы опоздали снег расставил всего три дня стояла такая погода три же да а нет наверно восемь я приехал было минус двадцать потом два дня ну дни пять всего за пять дней видите наступило лето но зимовье мы не могли вам не снимать потому что и и Продолжение следует... 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 Снимать горную львинку Скорее всего там тоже снега Наверное как не было, так и нет Но самое интересное, что город Ускаминокорск заваливало Заваливало снегом Я как раз был Извиняюсь за выражение на Мальдивах Вот на Сенегоре И мне Наташа звонит и говорит Вова, что делать, крыши завалило И хорошо, что наш сыночек здесь На удаленке учится Из Новосибирска приехал И Россия не запускает Нам даже за счастье, что Россия не пускает Все хорошо И пришлось ему с крыш там С опасных, еще раз уточняю, снег чистить Вот это вот самая красивая дорога Я так считаю Но есть еще, конечно Та, которая Та, которая в Волчиху там, да Карагужиха, которая Сила Староверов Ну Это все равно Она такая поинтереснее С обоих сторон Эти вековые сосны Мачтовые сосны Раньше вот таких сосен делали Корабли и мачты корабельные Они очень ценились Самые дорогие были Во время Петра Первого Вот такие сосны Они были самые дорогущие Вот А этот тогда сюжет будет посвящен Моему Бывшему шефу Я когда начинал Коммерческую деятельность Это была вторая фирма, наверное Да, куда я устроился Когда вот эти Горбачевские времена Времена без времени Называю я Где зарплаты не платили Заводы останавливались И вот была такая фирма Саланг По-моему Что-то как-то там Он от ветеранов Афганистана Наверное Маленько работал Потому что Чтобы налоги скостить Слава Мартышев Он умер Товарищи Вот перед Буквально Перед 31 ноя Я не помню точную дату Не скажу Естественно я был Но Вот этот коронавирус Наверное Все-таки Он Скосил Таких людей У которых Сопутствующие заболевания У него была онкология И 60 лет всего лишь Он был На 5 лет Меня старше Жалко Так вот Первый раз Он привез меня Здесь была база отдыха В те В 90-е Когда вообще Никто Я не знаю Ездили ли кто-нибудь отдыхать Очень сильно сомневаюсь Вот он вывозил Все фирму Ну там небольшая была У нас фирма Человек Наверное 20-то было 15 точно И вот он У нас первый раз Первый раз я увидел Благодаря ему Вот это Сенегория Потом его Развалили Вообще Полностью Здесь были развалины И потом Касцинк Отстроил Ну и потом Соответственно Там По бокам Начали строиться Тоже база отдыха Когда Уже Востребованность Стала Уже люди Маленько Жирком Обросли Уже Потребность В отдыхе Настала И вот Тогда Здесь По новой Зачем было Рушить старое Там старые Такие огромные корпуса Были красивые И отсюда Ходил Автобус Лас Лас Не запомните Запомните Который Вез Юрия Гагарина К космодром Можете посмотреть Документальные кадры И вот отсюда Автобус Лас Возил на горнолыжке Первую горнолыжку Вам показали Возил на первую На вторую Там в зависимости По-моему Не варьировались Один день туда Один день туда И когда мы сюда Приехали Здесь Самое интересное Были люди С Питера И с Москвы Ну они Наверное Позажиточнее Были А вот Корабельные Сосны Продолжение следует... 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 Вот оно в Синегоре... С учетом, что если сегодня в городе сбок дороги тоже миллион всяких туристических туристических баз то есть отдыхай не хочу называется домики начинается от 100 долларов и ниже конечно 100 долларов это уже на семью особняк ну за 20 тысяч наверное много это 50 долларов ну сегодня четверг так вот сегодня здесь плюс 7 это вообще это тепловая аномалия я скорее всего так и назову потому что он на аномалию правда ругает меня все но ловится слово аномалия почему-то привлекает почему-то привлекает только то что то что не как у всех а как у всех всем неинтересно вот база отдыха грамотуха но тут как-то видите попроще маленько там чересюр снобическое это от слова сноб Костынковское это образование Сенегория не доехать не пройти в общем вот сюда вы можете легко проехать конные прогулки домики баня ну и маленько снега осталось чуть-чуть загон у лошадок такой хороший здесь правда смотрите там поди еще олени какие-нибудь есть ослик вот есть я вижу нет оленей нету вот база отдыха грамотуха ну на лошадках можете тут закататься а еще с советского времени видишь сделанное нет звездочка нет а звездочка то да но уже название звездочка да советского времени она так же говорит это правда тут какой-нибудь лагерь был база отдыха грамотуха так что ничего мы не рекламируем но для интереса для кругозора про этот замок я вам говорил уже у товарища не было документов на этот камень ну взял бы хотя бы пару камазов гравия купил бы или три не четыре не пять надо камазов гравия купить после этого я все документы оставлял и все его структуру обанкротили человека видите как красиво все построил фантастика это уже стоит наверное лет ну я не знаю 20 и смотрите как все красиво смотрится никаких тебе не надо облагораживающих материалов сейчас мы еще с другой стороны проедем это вот все поселки возле ридера я уж не знаю как вот этот называется ну тоже как-то называется а где мы тут будем разворачиваться или нам задним ходом задавать не знаю нет есть где разворачиваться а там речка тихая протекает а это мы двигались по улице шоссейная ну скорее всего потому что если честно что-то навигатор не особо нам показывает просто номера домов тут есть ну да вот такой вот замок это строился наверное тоже какой-то гостиничный комплекс я так думаю столько человек сюда вложил трудов нервов я представляю вернее я не представляю вернее я не представляю что у нас здесь есть вот здесь вот здесь Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...